Друзья, всем привет! С вами Дима. Сегодня у нас будет обзор на лапшу Big Lunch. Заходил сегодня в магазин, увидел вот такую вот лапшичку. Она меня заинтересовала. Давно я ее, конечно, не ел. Я помню в детстве очень она была вкусная. Я ее очень сильно любил. После Роллтона она особенно вообще хорошо заходила. Сейчас вот они изменили дизайн упаковки. Она вот такая вот яркая, красивая. Тут зелень, все натуральное якобы. Лапша у нас со вкусом тушеной курицы и луком. То есть такой весьма оригинальный вкус. Обычно лапшу делают либо с курицей, либо с говядиной, а тут вот такое сочетание необычное. Еще и соус с мясом нарисован. Сейчас посмотрим, что у нас там внутри. А, давайте еще посмотрим состав. Ну, состав здесь очень мелко написан. Неудобно его читать. Очень мелкий шрифт. Ну, в составе, естественно, ничего хорошего нет. Давайте посмотрим способ приготовления. Стандартный. Залить кипятком, подождать 4 минуты и блюдо готово. Масса у нас 90 грамм. Здесь вот для разных стран еще есть составы, там всякая разная информация. Ну и, собственно, и все. Давайте откроем, посмотрим, что же у нас там внутри. Внутри у нас три пакетика. Сейчас подробнее разберемся. Вот такая вилка небольшая, но с длинными зубчиками. Правда, они такие вот хлипенькие. Но я буду есть своей вилкой, потому что этой совсем неудобно. И вот такая вот лапша круглая, собственно. Она тут так хорошо лежит, она тут застряла. Вот такая вот лапша. Небольшого размера, на самом деле. Такая большая как бы упаковка, а лапша совсем малую часть занимает. Давайте посмотрим по приправам, пройдемся. Вот он наш соус обещанный. Соус мясной. Мясо содержащий соус с курицей. Он такой жиденький. Тоже немножко его совсем здесь. Такой маленький пакетик. Дальше у нас идет Big Lunch. Суповая основа. Это сухая приправа, как я понимаю. Да. И смесь овощей. Тоже маленький пакетик. Всего помалу. Вот смотрите, какие маленькие они. Здесь у нас овощи. Давайте начнем, наверное, с овощей. Посмотрим, что у нас там за овощи. Так. Вот я высыпаю овощи. Ну, здесь мы видим морковка есть. Есть лучок. Собственно, все, наверное, морковка и лук зеленый. Нету никакого тут, никакой сои, как в Дошираке. Здесь вот все примитивно. Давайте сейчас высыпем суповую основу. Высыпаю всю. Вот такого она цвета, как песок. Похоже на песок. Не ярко. Это хорошо. Потому что нет никаких там ядерных красителей, значит. Сейчас хочу протестировать на запах, как пахнет. Пахнет так, как вот маги. Маги, знаете, такие вот куриные кубики. Примерно такой же запах. Ну и последний у нас пакетик, самый, наверное, главный. Это соус наш мясосодержащий. Так. Тяжело выдавливается он, на самом деле. Вот так он выглядит, неаппетитно. Пахнет тушеным мясом. Пахнет тушеным мясом, как и, в принципе, у нас на упаковке и заявлено. Тушеная курица. Ну, выдавливается плохо этот соус. Не знаю, неудобная какая-то. Неудобный пакетик. Смотрите, какого здесь мало. Совсем чуть-чуть этого соуса. Так, ну я вроде весь выдавил. Сейчас нам остается только залить, получается, нашу лапшу. На 4 минуты. Эту штуку я зря, конечно, оторвал. Ее надо вот так прикрывать. Но я прикрою, получается, другой тарелкой тогда сейчас это дело. Вот она, наша тарелочка. Заливаем кипяток. Неудобно, что нет меток здесь. Допустим, вот здесь сделали бы они какую-нибудь метку. Покуда заливать кипяток. Но я думаю, вот столько хватит. Столько должно, наверное, хватить. Половину я примерно залил. Давайте еще маленько. Так, сейчас я возьму вилку и немножко попробую это дело перемешать. Ну, лапша еще совсем твердая. Ну что ж, сейчас я закрываю это на 4 минуты. И через 4 минуты я открою, посмотрю, что там продегустирую. Так что, всем удачного просмотра. Сейчас будет продолжение. Ну вот, наша лапшичка заварилась. Давайте посмотрим, что у нас там. Что у нас тут. Сейчас ее надо сначала перемешать хорошо по инструкции, чтобы вся приправа равномерно распределилась. Вот такая вот лапша у нас получилась. Она достаточно такая тверденькая. Не размягшаяся. Такая непротивная. Нормальная лапша. Хорошая такая структура имеет. Бульон имеет вот такой вот желтоватый цвет. На самом деле, вот как кажется, что реально какой-то натуральный бульон. И запах у нее, у этой лапши, между прочим, знаете, на самом деле похож на запах лапши доширак с курицей. Но здесь он какой-то более глубокий, более вкусный. Можно сказать так. Вот я сейчас нюкаю. Он реально вот похож на какую-то домашнюю такую курицу. Я не знаю, как будто ее запекали в духовке. И вот запах на всю кухню как будто стоит. Такой приятный запах. Ну вот, собственно, я ее уже почти перемешал. Давайте еще маленько. Что, можно, наверное, пробовать уже. Сейчас я попробую сначала бульон. Скажу свое мнение. А потом уже, собственно, лапшу. Вот такой бульон, видим, с такими вот пузырьками. Сейчас попробую. Бульон как будто реально на мясе сделан. Так, сейчас попробуем. Давайте еще раз. Контрольный. Так, ну я попробовал бульон. Что сказать. Бульон обычно реально похож на домашний бульон. Куриный какой-то суп. То есть он вообще не острый, не соленый. Он какой-то нейтральный. Но при этом вкусный. Действительно похож на вкус курицы. Бульон мне понравился. Я ставлю ему десятку из десяти. Что ж, давайте попробуем саму лапшу. Саму лапшу. Так, сейчас еще раз. Ну что сказать. Ребят, лапша неплохая. Неплохая. И в принципе вместе с бульоном она очень хорошо сочетается. И действительно вкусное получается сочетание. Лапша видно, что неплохого качества. Не самая дешевая. Лапша эта стоит 26 рублей в магазине. Это не самый дешевый вариант. Вот. Такая вот у нас. Такой получился обзор небольшой. Давайте сейчас попробую еще лапшу с самим бульоном. Так, сейчас захвачу. Ребят, советую вам не сливать бульон. Потому что с бульоном гораздо вкуснее получается. Бульон здесь вообще классный. Мне он понравился. Это все, наверное, из того соуса. Он действительно очень вкусный. Лапша получается вкусная. Правда, ее здесь не слишком много. Для такой большой упаковки, как бы могли бы они и побольше, наверное, положить. Давайте еще раз попробую лапшу. Ну, вкусно. Лапша, ребят, на самом деле. Бигланч рулит. Что можно сказать. Хорошую лапшу они сделали. Сейчас буду ее доедать. Она совершенно не раздражает своим вкусом. Вкус такой, я не знаю, мягкий, приятный такой. Не термоядерный, как у, допустим, у того же Доширака там бывает. Он такой вот как бы натуральный. Действительно похож на настоящую лапшу, на настоящий куриный суп. Ну, вот, собственно, и все. Такой был обзор. В общем, я ставлю бигланчу этому 10. Он меня приятно удивил. Хочу попробовать еще какие-нибудь вкусы. Вот. Так что, ребят, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok